Нынешняя миграционная политика в Германии вызывает множество споров и дебатов, и как вы знаете, в последнее время поток беженцев, нелегалов серьезно увеличился, и это становится уже проблемой, по мнению многих партий, в особенности Союза. Именно поэтому в эту пятницу они предоставили в Бундестаге собственный пакт Германии о миграционной политике. Оппозиция очень резко критиковала действия правительства, министра внутренних дел Германии, а точнее их бездействия, а также неэффективность мер, которые были приняты в последнее время. А также они призывали к поиску быстрых решений, иначе, по их мнению, это может перерасти в крупный социальный конфликт, так как число упросителей убежища растет, муниципалитеты перегружены, не хватает не только финансовых средств, но и физической возможности их размещения. Особенно важно отметить, что понимание и принятие ситуации местным населением резко снижается. Для решения этой сложной ситуации Союз в своем заявлении в Бундестаге выдвинул многочисленные требования, включая ужесточение правил депортации из Германии, также пограничный контроль, отмену стимулов для иммиграции в виде социальных льгот, которые так серьезно привлекают множество беженцев именно в Германии. Известно, что ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призывал к введению лимита по принятию беженцев в размере 200 тысяч мигрантов в год, но подобное требование Союзом в Бундестаге не было озвучено. По мнению левых, это противоречит основному закону Германии, а также ограничивает права соискателей убежища. Также, согласно заявлению Союза, Германия и Европа на данный момент переживает один из худших миграционных кризисов за последние годы. Только за первые 8 месяцев этого года в Германию приехали более 200 тысяч просителей убежища, а это размер двух крупных городов, подчеркнул Союз. Их необходимо где-то размещать, финансировать, все социальные выплаты обеспечить, и, соответственно, муниципалитеты с этим физически не справляются. Партия «Альтернатива для Германии» также поддержала предложение Союза и призвала к строгим ограничениям миграции. В качестве примера для подражания эффективной миграционной политики чаще всего упоминается Дания, потому что они ведут строгую миграционную политику и принимают намного меньше просителей убежища по сравнению с другими европейскими странами. Тем временем министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер полностью отвергает подобную критику со стороны оппозиции и считает, что она проводит эффективную миграционную политику, но все же выступает за больший контроль и порядок, но при этом отказывает в введении пограничного контроля. Что же касается Дании в данном случае, то она подчеркнула, что они не выполняют свои обязательства в ЕС. Если бы они приняли больше беженцев в рамках механизма распределения солидарности, то у Германии не было бы сейчас такой огромной нагрузки. Ну а пока дебаты в правительстве о миграционной политике продолжаются, посмотрим, каким конкретным решением это приведет и насколько они будут эффективны в перспективе. Ну а что вы думаете по этому вопросу, обязательно пишите в комментариях. Согласно актуальному официальному опросу, в Германии становится все больше людей, которые разделяют правоэкстремистские взгляды, а именно 8,3%. В предыдущие годы этот показатель составлял 2-3%, то есть существенно меньше. В то же время 6% опрошенных выступает за диктатуру сильной партии во главе с лидером. Здесь также наблюдается существенный рост, так как подобный ответ ранее давали от 2 до 4% респондентов. С точки зрения политической самоидентификации, все большее число людей заявляют о своей принадлежности к правому или, скорее, правому центру. Так ответили 15,5% по сравнению с 10% в двух предыдущих опросах. Кроме этого, согласно полученным данным с утверждением, что правящие партии все же обманывают народ, согласились 30% респондентов, а это почти вдвое больше, чем 2 года назад. Кроме того, более чем в два раза до 13,2% выросла доля тех, кто одобряет политическое насилие. Два года назад такой точки зрения придерживались только 5,3% опрошенных. Как объясняют эксперты, подобное исследование показывает, что часть средних слоев общества дистанцируется от демократии и теряет доверие к функционирующим демократическим институтам. В данном случае популизм и антидемократические позиции находятся на подъеме. Для сложных вопросов все чаще требуются простые и авторитарные решения. Основными причинами такой негативной тенденции эксперты называют негативные последствия кризисные, в том числе от пандемии коронавируса, войны в Украине, общей финансовой нестабильности. Люди при этом, конечно, чувствуют себя более уязвимыми, незащищенными, нет уверенности в завтрашнем дне, невозможно ничего конкретно планировать, финансовая нестабильная ситуация. И поэтому многие реагируют нервно, агрессивно и часто принимают правые взгляды. Ну а что вы думаете по этой теме? Разделяете ли вы правоэкстремистские взгляды? Обязательно пишите в комментариях. Согласно новому официальному исследованию, 53% немцев сожалеют о покупке или лизинге своего электромобиля. Их особенно беспокоят цены на электроэнергию, потому что зарядка их железного коня оказалась намного дороже, чем ожидалось. Подобная тенденция не только в Германии, но и во Франции. Там 54% респондентов заявили, что они также сожалеют о покупке электромобиля. Ну а что касается Великобритании, то там, напротив, позитивная динамика. И большинство людей, 58%, довольны своим выбором. Согласно официальной статистике, конечно же, зарядка электромобилей в последнее время в связи с ростом цен на энергоносители стала существенно дороже. Это, естественно, заметили владельцы электроавтомобилей. Если, например, учитывать плату в общественных местах за зарядку, то она может варьироваться от 40 до 80 центов за киловатт-час. Что же касается зарядки автомобиля из собственной розетки, то есть дома, то в среднем цена за электроэнергию составляет 30 центов. Соответственно, это намного дешевле. Но, к сожалению, не у всех есть возможность иметь дома собственную зарядную станцию. И поэтому приходится заряжать свой автомобиль в общественных местах и платить за это существенно дороже. Известно, что в последнее время в особенности партия зеленых очень активно продвигает переход к возобновляемым источникам энергии электромобилям, которые очень дорогие не только в производстве, но и в утилизации. И, кстати, этот процесс абсолютно не безвредный и недоброжелательный к окружающей среде, о чем, к сожалению, очень мало говорят. В то же время приобрести электромобиль может позволить себе очень ограниченное количество жителей Германии из-за высоких на них цен. И, соответственно, если еще учитывать рост цен на энергоносители, то их заправка, а также эксплуатация этого автомобиля будет очень дорогой. Ну, а если учитывать еще тот факт, что инфраструктура зарядки в Германии также существенно ограничена, то, соответственно, пока люди видят только недостатки в переходе на электромобили, которые так активно продвигает государство. Кроме этого, специалисты также говорят, что аккумуляторы электрокаров остаются горячими в течение 24 часов после выключения автомобиля. И из-за этого при определенных условиях также может случиться возгорание. Если вы помните, то в ночь с 11 на 12 сентября во Франкфурте на Майне на парковке у сервисного центра Тесла произошел пожар и сгорело около 15 автомобилей. Общий ущерб в среднем 500 тысяч евро. В данном случае причина пока выясняется, ведется расследование, остается непонятным. Это был умышленный поджог или же также, возможно, горячий аккумулятор мог спровоцировать подобное. В связи с драматической ситуацией, сложившейся в строительной отрасли, жилищном секторе и сфере недвижимости, профессиональные объединения и ассоциации обратились к федеральному правительству с настоятельным призывом принять срочные меры. По их мнению, жилье в Германии должно оставаться доступным, особенно социальное и надвигающийся коллаб в сфере недвижимости необходимо предотвратить. По их мнению, для решения этой непростой задачи необходимо ввести ряд мер, а именно субсидирование кредитов, увеличение предельных доходов для получения этих субсидий, чтобы сделать покупку жилой недвижимости более привлекательной, также градуированное взимание налога на недвижимость и отказ от дальнейшего ужесточения энергетических стандартов, которые также делают недвижимость более дорогой. Помимо этого, они требуют продолжения выплат детского пособия на строительство. В последнее время рост инфляции и повышение цен на энергоносители, а также многочисленное повышение процентных ставок по кредитам сделали приобретение собственного жилья для многих жителей Германии абсолютно недоступным. При этом строительство недвижимости также сократилось из-за очень высоких цен, удорожания кредитов и, соответственно, многие проекты заморожены. Заморожены – это означает, что предложение в перспективе будет только снижаться. Помимо этого, дефицит жилья в Германии также усиливается за счет огромного потока беженцев, мигрантов в Германию в последние годы, потому что всех этих людей необходимо где-то расселить. Таким образом увеличивается спрос на жилье, при этом и стоимость. Ну а что касается предложения на рынке недвижимости, то оно, к сожалению, остается на низком уровне. Прогнозы экспертов на будущее в этой сфере, к сожалению, также не особо утешительны, потому что из-за роста процентных ставок, удорожания строительства, инфляции в общем, застройщики, инвесторы ждут лучших времен, откладывают свои строительные проекты. А это означает, что в перспективе жилья будет еще меньше. А на сегодня это были основные актуальные события. Также еще больше полезной информации вы традиционно можете найти в наших соцсетях, а также у нас есть телеграм и второй тюб-канал, где мы обсуждаем психологические темы, еще много всего интересного без политики. Все ссылки есть в инфобоксе. На этом я всех благодарю за внимание, будьте здоровы, отличного вам настроения и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok